В гостях Юлия Гордиенко, создала академию для родителей и практикует альтернативное обучение своего же ребёнка. И учишь детей обучать в домашних условиях, вне школы, вне садика. Расскажи немножко, почему этим занялась и что она несёт с собой? Ну, сначала, конечно, добрый день. Проекту уже на сегодняшний день год. И занялась потому, что то, что предлагает классическое образование, классический садик государственный, классическая школа, мне не очень понятно и не очень подошло. Потому что, во-первых, я сама не ходила в садик практически. И когда в 5 лет туда попала, я начала сильно болеть, и реально я не понимала, зачем и ради чего ребёнка отдавать в садик. Потому что пользы от этого практически нет для его развития. Так как я по образованию дефектолог-логопед, я понимала, как развивается ребёнок, какие идут этапы, что для него важно. И то, что даёт в садике в формате постсоветского всего, вот этой совдепии, ходить за ручку, ужасное питание, то есть это всё негативно сказывается на развитии ребёнка. Ребёнка в дошкольном возрасте надо, чтобы он играл в свободной игре, он общался с людьми, разными людьми, он наблюдал деятельность, жизнь, которая происходит вокруг него. Чтобы он видел, как мама готовит еду, как мама ходит в магазин, как мама взаимодействует с другими людьми, как папа рубит дрова, ремонтирует что-то, как сад, огород. То есть чтобы он видел жизнь, реальную деятельность, это развивает. А искусственная среда, она просто как бы создаёт искусственные такие тепличные условия, которые перерастают потом в тепличный социум, и вырастают люди, которые не готовы принимать решения, которые не умеют ставить цели, которые достаточно им сложно это делать, потому что нет основы. Когда они привыкли вот с рождения, что их отдают, и кто-то за них принимает решения. То есть дети сами по себе, они даже не... Лидерских нету, хочешь сказать? Даже делаем лидерских, ребёнок вообще практически не понимает, что хочет он. То есть он приходит в группу, ему говорят, вот тебе набор, и надо играть вот так, вот так и вот так. И у ребёнка просто нет выбора, даже нет возможности подумать, хочу ли я вот это делать, хочу ли я идти с Петей и Ваней за ручку, хочу ли я играть вот именно здесь, вот именно в это время, хочу ли я спать или не хочу я спать, хочу ли я идти на прогулку. То есть свободы выбора? Свободы выбора нет. То есть у нас уже с трёх-двух лет у детей практически забирают абсолютно свободу выбора. То есть мы не слышим детей, хотя кричим на каждом углу, да, что дети наши будущие, дети наши всё, но свободу мы им полностью, ну абсолютно даже не даём, мы всё за них решаем. Многие родители вот при альтернативном домашнем обучении задаются вопросом, а как же социум в принципе, вот вот это вот, да, когда собирают, как дальше детям общаться с людьми, как ты находишь выход вот с этой ситуации, ну как правильно сделать? Смотри, есть, конечно, мифы, да, что социализация, она возможна только в государственном учреждении, да, там, например, садик или школа, да, или в частном. Но на самом деле, что такое социализация? Это живое общение, то есть правила поведения и жизнь в социуме, да, как себя вести со взрослыми, как себя там вести в магазине, да, нормы, которые заданы вначально. Это поведение, да, это навык, навык ребёнку, который даётся, там, лидерские качества и так далее. В искусственных условиях, да, всё происходит, ну вот так. Дети, они... Навязаны более. Даже не навязаны, просто смотри, есть четыре типа нервной системы, да, и на одну и ту же ситуацию, да, ребёнок, каждый ребёнок реагирует по-своему. Есть активные дети, да, они вообще не способны сидя учиться за партой, им тяжело. И на них сразу ставят клеймо, да, и это уже влияет на их жизнь. И какая может быть социализация, да, когда, в принципе, ну, сам механизм, да, вот школы у нас, во-первых, методики устаревшие, потому что только один вариант обучения, то есть это учителя переходят знания, да, к ученику, то есть, в принципе... Далеко не каждый учитель может дать их, и, в принципе, я с тобой согласна. И не каждый ребёнок может усваивать, понимаешь, один ребёнок будет сидеть за столом и будет это всё, ну, как бы воспринимать, записывать, стараться. Ну, почему он это делает, это уже другой вопрос. Другой ребёнок просто потому, что у него активная нервная система, ему надо бегать, прыгать и играть, он лучше эту математику будет осваивать в активных играх, в каких-то вот таких вот занятиях более активных, ему будет трудно сидеть, и на него сразу поставят клеймо, вот тебе вся социализация, да, он будет двоечником, неудачником и так далее. И оно вот так пойдёт по накатанной, будут проблемы... Это просто активный ребёнок. Просто активный ребёнок, он таким родился, он себя не изменит. И вот тебе вся социализация, да. В принципе, школа в том виде, в котором она находится сейчас, это, ну, искусственная среда, ну, как тюрьма, как армия. Больше такого нигде не встречаешь. Ты, когда идёшь на работу, ты встречаешься с разными людьми. С хорошими, плохими, ну, ты учишься с ними взаимодействовать. У тебя есть выбор, ты, если очень плохо тебе на этой работе, тебя обижают, ты можешь оттуда уйти. Чаще всего дети, которые попадают в социум, где присутствует травля какая-то, притом со стороны учителя это тоже может быть. Ну да. Со стороны администрации школы это может быть. Выбираем любимчиков, нелюбимчиков, а вы пошли поехали. Психологическая травма, даже физическое может быть насилие, и часто на это закрывают глаза. И получается, что ребёнок не может от этого уйти, а это влияет уже на его развитие, влияет на его, ну, и способность себя реализовать будущее. Всё-таки есть такая проблема, но вот у тебя есть возможность, да, находясь дома, заниматься ребёнком. У многих мам работа, что-то ещё, где-то как-то, ну, разные жизненные ситуации, но, возможно, бы хотели, да, там, дать чего-то больше. Есть ли какие-то вот способы? Ну, способы есть всегда. Тут уже вопрос не о том, да, повезло мне или не повезло. Я сказала, что есть возможность. Есть возможность, потому что я её создаю, эту возможность для себя. В принципе, тут каждый родитель должен для себя выбирать. Готов ли он нести ответственность за обучение, за развитие своего ребёнка? Или он не готов, и он хочет эту ответственность на кого-то переложить, чтобы было с кого спросить потом? Это такой же вопрос, как и ответственность за здоровье детей. То есть мы можем кормить детей всяким мусором, да, потребить, ну, вот этим фастфудом и так далее, а потом с врача спросить, почему он болеет. Да, так же самое мы можем его так отдать в попавшуюся первую школу, не интересуясь, и спросить с учителя, почему он не учится, и потом конфликтовать с детьми. Тут, в принципе, вопрос в ответственности. То есть, ну, без желания? В консультации вы можете перейти на удалённую работу, вы можете сделать гибкий график. У меня есть родители, которые на начальную школу, ну, в консультации нанимают няню, чтобы какое-то время, пока там мама работает несколько часов, кто-то сходил с детьми куда-нибудь погулять. Есть альтернативные школы, даже, по-моему, у нас в Полтаве что-то уже начинает формироваться, начинает открываться. Много всяких вариантов. Есть работа в детских проектах, когда везде можно ребёнка брать с собой. Есть такая работа более творческая, там, художник, фотограф, где тоже можно... Хорошо, ещё один такой довольно-таки важный вопрос в плане обучения. Вот домашнее обучение, если я, например, беру ребёнка, да, и обучаю дома. Дальше, как с документами? У нас же всё-таки государственная работа, институт и всё остальное. У нас, к сожалению, пока на данный момент в Украине нет закона о домашнем семейном обучении, где мы можем взять ребёнка, да, и прикрепить его вот так просто, в принципе, в любой школе, ну, который там идёт по приписке, как в России, например. У нас есть вариант или дистанционное обучение, или экстернат. Дистанционное обучение у нас платное, к сожалению, но, насколько я знаю, есть школы, которые, по-моему, за год обучения полторы тысячи гривен всего берут. Ну, то есть это достаточно доступная цена. Это и в Полтаве, либо же просто по Украине? Нет, это по Украине. Ты оформляешь ребёнка в это учреждение, и там, конечно, у каждой школы есть свои, требования, то есть одна школа онлайн принимает по скайпу аттестацию у ребёнка, другая школа там просит, чтобы приехал ребёнок, он сдаёт аттестацию, и всё, проходит программу, закрывается год, или закрывается младшая школа, ребёнок приходит, получает документы. Но это не является проблемой, получается? Нет, в принципе, нет. Экстернат, конечно, у нас или должны быть условия, которые прописаны в законе, или отсутствие в селе школы, или ещё что-то. Ну, там их несколько. В принципе, если так покопаться, то можно получить экстернат в той школе, в которой должен ребёнок учиться. Ну, это надо этим делом заняться и немного потрудиться, найти причину, скажем так. Есть ещё индивидуальное обучение, но это чаще всего выбирают для детей, у которых проблемы со здоровьем, и там не получится свобода вот такой вот, да, куда захотел, туда поехал, потому что при индивидуальном обучении получается, что от школы пишется программа, вот этот индивидуальный план, приходят репетиторы, и там это всё очень сильно контролируется. И почувствовать вот эту вот свободу, да, в обучении, когда ты отвечаешь за ребёнка, когда ты уже, в принципе, сам создаёшь удобную для вас программу, да, ну, на основе школьной, потому что такое понятие, как анскулинг, у нас вообще его практически нет, да. То есть это как в Америке. Практикуют, то есть за границей практикуют подобное? В Америке, да, уже 30 лет, по-моему, или 40, ну, 40, да, 40 лет уже с 70-х годов, есть в некоторых штатах разрешение на анскулинг, когда ребёнок в 18 лет идёт задавать свои первые экзамены. И эти дети достаточно востребованы, они побеждают во многих олимпиадах, они без экзаменов поступают в вузы и так далее. Ну, там уже вопрос само... Индивидуальное принятие, в любом случае. В самомотивации, ну, то есть там всё зависит от того, как родители организуют. Можно создать такие ужасные условия дома, на домашнем обучении, что ребёнок не будет учиться. Можно найти альтернативную школу, где будут, ну, хотя бы учитывать какие-то индивидуальные особенности каждого человека, каждого ребёнка, да, и будут, ну, грубо говоря, к нему нормально относиться, да, к тому... Возьмём вот, у тебя есть ребёнок, сейчас сколько ему, 3-4? Ну, вот 4 уже. 4 года. Разница между детьми, которые ходят в садик, и им есть какая-то заметка? Колоссальная. Он играет, он постоянно в каком-то другом мире. Он с 3-х лет начинается вот эта свободная игра, сюжетно-ролевая. Ребёнок постоянно находится в образе. А садиковские дети, ну, чаще всего, к сожалению, из-за огромного количества дидактической игры, огромного количества вот этих взрослых аниматоров, которые вот сейчас очень популярны, чтобы ребёнка прямо с колыбели развлекали. Из-за того, что их развлекают, у них нет вот погружения в игру. Потом, ну, в принципе... Не принимают сами роль, грубо говоря, а только наблюдают. Они не принимают роль, или принимают вот поверхностно. То есть ребёнок подбежал, тут поигрался, тут поигрался, тут поигрался. То есть вот сейчас мы даже работаем над этим, да, над игровой педагогикой. Мы учим родителей сейчас играть с детьми, потому что родители думают, что когда они покупают игрушку, их родительская роль на этом окончена. Молодцы, всё, спасибо. Да, всё хорошо. А потом они приходят, ну, как я его буду учить, если вот я ему купила, он не играет. Я вообще ни с чем не справлюсь. Ну, тут уже вопрос в том, что у нас, ты обучаешь, ты расскажи немножечко, где обучаешь, может быть, кому-то будет интересно посмотреть. Ну, у нас есть свой сайт нашей онлайн-школы, мы пока что ещё работаем в онлайне, чтобы, ну, со всей Украины, иногда с Россией, даже с Казахстаном были у нас молодые родители. Этот сайт называется, можно говорить? Да. Изи-бокс ин ЮА, это Академия Изи-бокс, мы делаем курсы и тренинги для родителей именно на тему свободного, альтернативного обучения детей. Мы рассказываем родителям, как учить, что влияет на обучение ребёнка, даже если он учится, в принципе, в школе, да, как вернуть мотивацию к обучению, как не потерять интерес, вот этот живой интерес, который живёт в детях. Сейчас у нас будет в конце сентября стартовать очень интересная онлайн-программа для родителей. Мы будем учить играть с детьми, чтобы эта игра могла и развивать, и обучать ребёнка. При том мы будем учить играть без игрушек. В будущем мы планируем ещё создавать обучающие такие коробки для родителей, где мы будем помогать родителям и давать детям азы математики и чтения без символов, то есть без цифр и без букв в игре, в игровой форме, с подручными, в принципе, с подручными материалами, потому что... Не всегда все могут купить себе доступную нормальную игрушку. Дело даже не в том, что игрушка... Самые лучшие игрушки — это палки, каштаны. Как в детстве. Это, ну, там, не знаю, огурец, с которого там палки поштрыкать, можно сделать коровку, там палочки из-под мороженого, пластилин, глина, песок. Это самые лучшие игрушки для ребёнка. Мяч вообще идеальный. С мячиком можно математику учить, можно тело укреплять, можно детей социализировать. Одна из самых лучших игр, да, чтобы вот компанию деток, вот новую компанию собрать, это игры с мячом, чтобы наладить контакт между... Ну, когда потерялась привязанность, да, между родителем, есть такое понятие, как привязанность. Ну, это... Это у всех есть. Между родителями, детьми, между воспитателями, детьми. И когда нарушаются отношения, то игры с мячом, они очень классно налаживают эти отношения. Вот самое первое, что я советую, это поиграть с ребёнком в мяч и получать удовольствие именно от процесса, а не от результата. Что бы ты посоветовала, вот как бы уже есть и опыт, и знания, и практика всё-таки в этом деле. Что бы ты посоветовала родителям, на что обращать внимание, вот при воспитании ребёнка? Ну, вот у нас, в принципе, большинство ходит всё-таки в школы, в садики. Когда надо начинать беспокоиться? Когда увидите две полоски, нужно начинать думать о том, что к вам придёт новый член семьи, да, и нужно понимать, что он будет уже не вы. Вот с рождения. Нужно учиться принимать ребёнка и любить его безусловно. Вот если вы поймёте, да, что это не тиран, который пришёл вам всё поломать, всё поразрушать, потому что дети первого года жизни, они всё рвут, всё ломают, они кричат, плачут. Нет. Вот когда уже вы увидите, что будет ребёнок, важно принимать, что он придёт и что будет. Иногда сложно, иногда будет ратосно, но нужно уже работать над собой. Сразу начинать с себя? С себя. В любом случае. Если вы хотите сами учить детей, если вы хотите наладить с ними отношения, если вы хотите, чтобы не было истерик, чтобы проходили вот эти возрастные кризисы, в том числе и подростковый кризис, без каких-то таких глубоких проблем, нужно начинать с себя. Потому что часто вот эти конфликты между детьми и непониманием, это наше детство лезет наружу. И с этим надо работать. Ребёнок не виноват, что нас там обижали, что нас обесценивали, что нас отдали с рождения в садик, на 5 дней с ночёвкой, что нас разделили с матерью. Ребёнок, наш ребёнок, он в этом не виноват. Поэтому любые вот эти конфликты, в 90% случаев, которые возникают, вот это лезет из нас, это то, что что-то было в нашем детстве. И для того, чтобы наладить отношения с нашим ребёнком, неважно, 3 ему года, несколько месяцев, у вас в животе 15 лет, надо сначала работать с собой. Поэтому мы в первую очередь работаем с родителем, мы делаем для родителей эти мероприятия, чтобы рассказать на примерах, рассказать, как оно есть. Да, даём очень много литературы, даём примеров из нашей практики, из чужой практики, как это организовать, как это делать. Вот, то есть, если мы говорим, что дети всё-таки это наше будущее, надо подумать, каким мы его хотим видеть и приложить усилия, чтобы оно было позитивным и здоровым. Вот, всё, спасибо. Спасибо. Спасибо.